Добрый вечер. 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И, как всегда, по понедельникам у нас «Археология Форбс». И сегодня моя соведущая, главный редактор журнала «Форбс» Елизавета Осетинская. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и сегодня у нас сплошь годовщина. И завтра вот у нас 60 лет смерти Сталина. А сегодня у нас год со дня избрания, со дня выборов, всенародных выборов, всенародно избранного президента Путина ВВ. Ровно год третьего срока Путина. И мы решили наш эфир, собственно, посвятить этой теме, посмотреть, что произошло с имиджем его, что произошло с его рейтингом и куда, собственно, рулит третий срок Путина. Так что давайте об этом сегодня поговорим. И вот я хочу представить нашего гостя сегодняшнего. Это журналист Андрей Колесников, колумнист «Форбса», в том числе. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И вот поскольку сегодня, опять-таки, продолжая тему «Форбса», у нас главный редактор, сегодня вышел у вас новый, как там, список топ-100. Самый главный. Да, самый главный. Самый главный список миллиардеров. Самый главный список миллиардеров. Я хочу разочаровать. Если, если в нем Путин, если в нем Путин, а в нем нет Путина. А почему так? Вот если, так сказать, не по подсчетам, а по понятиям поговорить. Знаете, однажды после эфира конкурирующей радиостанции мы говорили что-то про предпринимателей, про список «Форбса», обсуждали разных людей, какие они, на чем они зарабатывают деньги. Закончилась программа, и оператор, который еще заодно снимал на видео, спрашивает, говорит, «Елизавета, почему вы не сказали самого главного? Почему у вас в списке нет Путина?» Я что-то такое стала говорить. Ну, понимаете, мы считаем по активам, мы должны доказать доли, какие-то акции, собственность, священное право собственности. Он говорит, да, я по его лицу видела. Как я его разочаровала. На самом деле, он сказал, ну, с вами все понятно, о чем с вами вообще можно говорить, если у вас Путина в списке нет. Ну, вообще, в списке больше российских миллиардеров сейчас? Да, стало больше, и мы подорожали, и вообще миллиардеров стало больше, и вообще состояние совокупно увеличилось, и вообще богатство растет. У нас стало больше на 15 человек. А это, кстати, как-то коррелирует с ситуацией последнего года в России? Может, вот это и есть та самая стабильность? Давайте вот посмотрим там не с точки зрения, да, вот такой, демшизы, а с точки зрения больших глобальных трендов. Мир богатеет, Россия тоже богатеет. У нас президент такой стабильный. С точки зрения экономики концентрация капитала в одних руках не обязательно является, и даже иногда наоборот, не является признаком здоровья экономики. Высокой концентрацией монополизации не есть... Ну, это такие какие-то общебазовые вещи. Поэтому я бы не особенно радовалась тому, что мы просто производим миллиардеров. Хотя, с другой стороны, это все равно оценка успеха. Как ни крути, ты заработал миллиард. Ну, ты крут. Ну, что ж... Ну, это некий парадокс. Это всегда подается в массовом сознании, как некий успех России. Вот как считают медали на Олимпиаде, так считают миллиардеры в списке Форбс. Или вот опять Москва вошла в топ-3 самых дорогих городов мира. Какие же мы крутые. Ну, это вообще такая специфическая вещь. Это цена для иностранцев. То есть можно посчитать, насколько мы разводим иностранцев, насколько иностранцам, насколько много денег или мало они оставляют в нашем городе. Ну, да. Ну, давайте все-таки ближе к нашей теме. Тем более, что Андрей в последнем номере Форбса опубликовал статью под названием «Пехтинг рейтинга. Почему девальвируется образ Путина». Кстати, прошу прощения, мне кажется, тема очень тоже связана вообще с богатством тесно. Потому что получается, что рейтинг и пехтинг и богатство идут в разрез, в разные стороны. Лебедь, рак и щука. Все в разные стороны. Как-то в этом смысле режим пришел в некую такую разбалансированность. Предыдущий договор с обществом устарел и сейчас пересматривается. Вот мы в точке его пересмотра. Так что я бы с этой точки зрения тоже на это бы посмотрел. Об этом мы поговорим. Андрей, ну, собственно, что вы считаете, и опираясь на социологию большую, что образ девальвируется, что доверие Путину падает сейчас, через год? Девальвируется, но медленно. Хотя за четыре месяца шесть процентных пунктов падения электорального рейтинга это довольно много. И на самом деле это удивительно, что так быстро все происходит. Там прокремлевские социологические службы дают немножко другие цифры, немножко более оптимистичные для Путина. Но то, что тренд такой есть, это очевидно. Можно говорить, что несмотря на то, что Путин демонстративно пиаровскими методами борется с коррупцией, несмотря на это рейтинг падает. Но мне кажется, что он падал бы примерно в тех же параметрах. Был бы пехтинг, не было бы пехтинга. В общем, имеет место такое вот плавное, естественное снижение этого самого рейтинга в силу некоторой усталости от самой фигуры. Вот как-то так. Но это помимо какой-то социологии это фиксируется? Социология фиксируется, да. Вот опрос Левадо-центра очень-очень наглядно это показал. Ну, собственно, даже про кремлевскую социологию тоже, в общем, электоральный рейтинг снижается, рейтинг доверия снижается. Очень плавно под путинским рейтингом идет рейтинг Медведева, хотя уже это, так сказать, величина, которую учитывать в реальной политике. Рейтинг Медведева как-то влияет на рейтинг? Или наоборот он как бы наоборот более фактурно подчеркивает рельефность образа Путина как настоящего лидера? Я думаю, что в действительности не влияет, но в представлении пиарщиков, которые занимаются Путиным, влияет. Иначе бы они не стали подчеркивать в последнее время слабость Медведева по сравнению с крутостью Путина. А такое есть. А вы думаете, это путинские пиарщики подчеркивают? Ну, вот у нас в «Новой газете», где я работаю, есть просто доказательства этого. Просто мы не стали их предъявлять, потому что нехорошо. Осторожнее с доказательствами по поводу пиарщиков. Это всегда такая, знаете, плавающая наука. Очень приблизительная. В частности, у нас были бы материалы, которые мы, повторюсь, не стали обнародовать. Дискредитация Медведева по пенсионной реформе. По поводу того, за что его, собственно, либеральная журналистика на него и клевещет. А здесь как бы в пандан к ней тоже готовились некоторые статьи, что он не может принять решение. Правда, Путин с пенсионной реформой проделал еще более интересные вещи. То есть он принимает решение практически каждый день по пенсионной реформе. Мне кажется, уже им пора, будем перепрекратить принимать решение. Потому что все же, каждое следующее, знаете, такой новый закон Паркинсона. Каждое следующее хуже предыдущего. Вот, поэтому считается, что да, вот такое ослабление, как бы, демонстративное Медведева, оно играет на руку Путину. Зачем, совершенно непонятно, потому что, мне кажется, Медведев пока нужен Путину. Пока политика не меняется, пока не принимаются, в общем, никакие серьезные решения. В качестве громоотвода, в том числе. В качестве громоотвода, в качестве человека, который, в общем, выполняет достаточно техническую функцию. Ну, а кого ему сейчас назначать? Сильную фигуру, значит, нужно менять политику. Он не собирается менять политику. Все говорят про Кудрин. А что будет Кудрин делать в условиях вот этой самой монопольной власти путинской? Ничего. Тогда нужно в другую сторону разворачивать. Мне кажется, Андрей, это мое, конечно, частное мнение, но мне кажется, что вы не совсем правы. Это какая-то странная такая позиция была бы. Назначить человека, а потом его непрерывно ослаблять. Мне кажется, как раз ослабляют Медведев те люди, которым не нравится, что он занимает то место, которое они могли бы занять. Это, так сказать, просто такой более естественный механизм выдавливания. Да, очевидно, что есть конкуренция за эту позицию. Я думаю, мы должны понимать, что Путину в высокой степени самому, наверное, достаточно безразличное, что происходит с Медведевым сейчас. Абсолютно. Вот это как я хотел сказать, что Путин, мне кажется, глубоко все равно. Поскольку власть у нас не монолитная, она состоит из множества разных страт, группировок, кланов и так далее. Вот получается вот такой вот раскордаш. Путину все равно, а ребята там, ну, суетятся, ну, хорошо. Хотите суетиться. Скажите, а вот вы говорите, ну, собственно, мы все видим, что рейтинг действительно снижается, там, мы по одним оценкам более плавно, по другим менее плавно. Но, а вы вспомните рейтинг Ельцина после выборов? Ну, с ним произошло существенно более стремительное падение практически. Да, ну, была другая история совсем. Ну, и популярность его, прямо скажем, была далека от популярности Путина. Ну, что скрывать, вот прошел год, мы понимаем, что он все равно самый сильный политик на этой территории. То есть, и Поляна еще больше зачищена под него. То есть, фактически, вы знаете, по большому счету, собственно, да, собака лает, караван идет. То, что, получается, все протесты более или менее слились, более стабильность, так называемую, он удержал, началась худо-бедно какая-то фиктивная, пускай, но борьба с коррупцией, люди поддакивают. То есть, я даже не вижу каких-то внешних сил, угроз, которые могли бы пошатнуть вот этого вот царя. Нет, ну, во-первых, действительно существует такой феномен, как безальтернативность Путина. Он существует ровно потому, что поле защищено. И найти альтернативную фигуру очень сложно. Хотя этих альтернативных фигур боятся, и как бы мы там хорошо ли, плохо ли относились бы к тому же Навальному, допустим, да, на то, как его гнобят и, значит, преследуют, это говорит о том, что альтернативная фигура нежелательна сейчас. Они могут появиться только тогда, когда решит сам Путин, кого назначить этой альтернативной фигурой. Не знаю, от Рогозина до Прохорова, пожалуйста, смотря в какую сторону он захочет поворачивать оглобли где-нибудь ближе к столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Это, так сказать, вопрос к нему. А с точки зрения стабильности, мне кажется, она очень хрупкая. И вот этот протест, он хотя, так сказать, во внешних формах и слит, он приобретает другие формы, там, подписантов сколько сейчас появилось. Он опять приобрел этический оттенок, да, с 31-й больницы нам показал, насколько эффективным может быть этический протест, не политизированный. Так что здесь все плохо, но, мне кажется, что Путин этого не чувствует. От того, что плохо, он движется уже в одном, в одноколейном направлении, как он начал это делать летом, так он будет двигаться дальше. И по детям мы это видим, сиротам там. То есть происходит такой, как бы, разрыв обратной связи, и такое одиночество, то, что мы назвали наш эфир «Осень патриарха», вот такой классический сценарий «Осени патриарха», который, так сказать, настолько испуганно его окружение, что никто не может приблизиться и сказать ему. Да, существует разрыв обратной связи, потому что он пытается поддерживать обратную связь только с одной частью народа, которую он считает наиболее важной для себя сейчас, уже не с путинским большинством, которую, так сказать, ему сформулировал когда-то Павловский, и оно действительно было, это был средний класс, который прагматично стремился к нормальной жизни и связывал эту нормальную жизнь с Путиным. А сейчас, да, вот это вот халманское, уралвагон, халманское составляющее, я бы не стал, так сказать, пренебрежительно к этим людям относиться, это все наши соотечественники, которые живут просто в определенных, как бы, секторах экономики, на определенном социальном уровне. Они не виноваты в том, что Путин решил на них опираться, они не виноваты в том, что он составил из них поклонную гору в противовес болотной площади. Он решил опираться на них, но этого мало. Он уже, получается, не президент всех россиян, и в этом его слабость, в этом сужение социальной базы, ее хрупкость и зависимость от цены на нефть этой социальной базы. Но это главная, по-моему, вообще черта третьего срока, это то, что он перестал быть консенсусным, изначально был сделан упор на такое квазигражданскую войну, развод поклонной и болотной, так сказать, лужников и всех остальных, и вот это вот постоянно нагнетающаяся конфронтация. Да, хотя кто-то ему там время от времени подсказывает, что нужно бросить кость какую-то там и среднему классу, образованному классу, креативному классу, они теперь все используют этот термин Ричарда Флориды, значит, и он термин креативный класс использовал в своем послании на федеральному собранию, назвав, правда, учителей, врачей, кого-то там еще, значит, опять же, бюджеты зависимые страты, но он назвал их креативным классом. Они пытаются что-то такое вовлечь и вот эти социальные группы в свое поле, значит, но не получается. Не получается. Мне бы хотелось, возможно, после перерыва поговорить поподробнее о, собственно, происходящем в самой элите, потому что этот процесс более-менее на виду, и его последствия более-менее понятны. Средний класс будет предоставлен... Он небольшой и достаточно слабый, его легко задушить, на самом деле, еще парочкой новых каких-нибудь налогово-пенсионных инициатив, и, так сказать, он совсем завалится. Вот, то есть тут конфликта не получится, да? С бюджетным классом все легко. А вот внутри элиты происходящего, это такая трещина, проходящая прямо по нервам. Ну, тем более, да, учитывая тот тренд к национализации элиты, который сейчас был заявлен в связи с тем же Пехтином, в связи с последними новеллами, как говорится, новациями по поводу зарубежных счетов и т.д. Об этом обязательно поговорим. Сейчас, прежде чем уйти на перерыв, давайте я объясню наши средства связи. Во-первых, вы можете писать на сайт finam.fm. Во-вторых, вы можете нам звонить по телефону 495-65-10-99-6. 65-10-99-6. И мы давайте сделаем такой в рамках нашей аудитории небольшой опрос. Сейчас, через год после выборов Путина. Доверяете ли вы президенту? Доверяете ли вы Путину? 65-10-99-6. И точно так же, давайте откроем смс-голосование. Смс номер 5533. Пришлите букву А, если вы доверяете Путину. И букву Б, если вы не доверяете Путину. Итак, смс-голосование 5533-А. Доверяю Путину, Б не доверяю. И телефон для связи 65-10-99-6. Добрый вечер. Программа «Археология». Археология Форбс. Это Сергей Медведев и Елизавета Осетинская, главный редактор журнала Форбс. Сегодня мы говорим о Путине через год после выборов. Я, кстати, не угадала вопрос. Я думала, что вопрос к слушателям все-таки будет, есть у Путина миллиард или нет у Путина миллиард. В более Форбсовом стиле. Да, да, да. Это как раз Толик нам пишет, да. На сайт пишет Толик. Так я не понял, у Путина есть миллиард или нет? Елизавета, вопрос прямо поставлен. Что вы можете сказать Толику? Форбс не учитывает людей, чья деятельность связана с государственной службой или чиновничеством. Понятно. Или с политикой. Мы учитываем людей, занятых в предпринимательстве. То есть учитывают собственность, но не власть. А власть и собственность Форбс не учитывают. Власть и собственность, да. У нас есть международный рейтинг влияния. Ну да, нет, это я ерничаю. А на первом там кто? Обама. Обама, а на втором? Обама, Меркель. А, Обама, Меркель, Путин. Понятно. Толик, так что вот такой ответ относительно путинского миллиарда. Советуем ограничиться домыслами. Итак, 65, 10, 99 и 6. Доверяете ли вы Путину? Леонид на линии, слушаем вас. Да, это я. Это Леонид Чашник. И я не доверяю Путину совершенно. Прежде всего потому, что я не слышал от него ни одного честного слова. И я хочу добавить, что сейчас уничтожается политехнический музей. И никто из начальников ничего не делает. Он существует с 1872 года, по-моему. И ни при одном правителе он не уничтожался. Но вот при этом правителе его существование закончится. А ведь это символ новой России после отмены крепостного права. Понятно. Спасибо. Спасибо, Леонид. Это тоже подкидываете нам очень интересную тему. Вы знаете, я думаю, что мы постоянно возвращаемся к этим городским темам. Утери городских культурных объектов. Объектов архитектурного, культурного наследия. Так что об этом, конечно, поговорим. 65, 10, 99 и 6. Доверяете ли вы Путину ВВ? Дмитрий. Здравствуйте. Вы знаете, я вот честно хотел бы сказать, я очень долгое время прожил за границей, в Соединенных Штатах. И у меня есть с чем сравнить. И на самом деле я вот уже живу, наверное, лет 8 в России. И могу с уверенностью сказать, что я вижу, как идет тенденция к улучшению жизни. Вот я, как вы говорите, отношусь как раз к тому среднему классу. И что люди стали жить лучше. Бабушки знают, что такое, по крайней мере, телевизор с 10-15 каналами. И вот, ну, просто вот как-то общий фон, он вообще лучше, нежели было раньше. А вы это связываете с работой Путина? Нет, я это связываю не только с работой Путина. Я связываю это с общими тенденциями. Но какой-то разрушительной черты в его правлении, ну, какой-то глобальной, о которой вы говорите, я не вижу. Конечно, есть какие-то недочеты в его правлении. Да, там, сырьевая экономика. Но на самом деле у нас очень молодое государство. И поэтому я считаю, что, как бы, работа ведется, просто как хотелось. А вы, вот я, если уточнить можно, вы работаете в бизнесе или в государственной службе у вас в своем деле? В бизнесе, да? В банковской сфере. И то, что происходит вокруг вас, вы в каком-то крупном банке, в системном банке? Да, в топ-3. Понятно, в топ-3. Нет, не гос, не гос. Ну, понятно. И, в общем, то, что происходит вокруг вас, тоже вас устраивает, и вы не видите никаких признаков. Нет, нет, нет. Я не говорил, что все меня устраивает. Ну, в целом. Ну, да. Ну, в целом, в целом, и тенденция, конечно... Ну, я вам честно скажу, вот моя зарплата и мой уровень жизни, каждым годом он растет. Ну, понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, вот вы знаете, здесь, да... Хотел сказать, везет вам. Да. Нет, ну, вы знаете, я думаю, что Дмитрий не один, наверное, все-таки в таком звонке. Потому что, вот опять-таки, так сказать, если сейчас отсечь вот все наши такие политические, политологические мысли с точки зрения, вот, я не знаю, такого простого, среднего, живущего в крупном городе, там, в Москве, в Петербурге, там, в том же Челябинске, человек. В общем-то, реальные показатели уровня жизни-то, они растут. Давайте так скажем. Мне кажется, в России за всю ее историю люди никогда не жили так хорошо. Никогда не жили так хорошо, да. Как говорил, Света и Заванова мы стали более лучше одеваться. Да, овощи, рожь там, это все. Но не все. Ну, а что, а кто-то стал более хуже одеваться? Думаю, что да, что Россия настолько великая... Вот более хуже одеваться, чем в 70-м году? Нет, ну, конечно... Ну, вот не верю совсем. Мы не с Советским Союзом должны сравниваться. А с чем? С царской Россией? Нет, почему с царской Россией? Я думаю, что... Тут вообще, так сказать, сравнительных величин быть не может, на самом деле. Почему? Ну, не с чем сравнивать. Лихие 90-е у нас как бы иллюминируются из анализа, потому что они лихие. Нет, ну, подождите. Давайте такой проведем среди нас троих опрос. Мы стали более лучше одеваться в 2000-х? Вы стали более лучше одеваться? Я, трудно сказать, может быть, у меня появилось больше вкуса, ввиду того, что среда улучшилась. Ну, ваши доходы, во всяком случае. Доходы у меня очень давно стабильны, примерно на одном и том же уровне, но при, так сказать, 15-часовом рабочем дне, иначе бы они упали очень сильно. Ну, да. А так-то, в общем... Нет, ну, я у меня... Я думаю, что в банковском секторе тоже далеко не у всех банков такая же ситуация, как у банка. Нет, ну, здесь я не знаю, насколько действительно мы репрезентативны. Я думаю, что мы трое здесь, да, действительно как-то... Я думаю, Лиза, ты даже... Нет, я тоже работал в бизнесе и... У меня лучше стало, так сказать, и по доходам, и по интересной работе, и так далее, в конце концов. Финам тот же есть, вот разговариваем тут сейчас с вами. Хотя, конечно, количество медиа стремительно сокращается, просто, ну, с какой-то там фиричным... Ну, сокращаются, появляются новые. Ну, это отдельная тема, конечно, сейчас свобода пресса. Ну, в общем, да, вы знаете, такой, я не знаю, неожиданный, не знаю, такой голос трезвости. Потому что, может быть, мы действительно вот в нашем вот этом таком вот протестном, да, либеральном мире живем, что вот все плохо, все ухудшается, идет, я не знаю, распад социального государства, и скоро рабочие выйдут на улицы. А реально-то, может быть, мы с мифологией себе... Ну, смотрите, я тоже работал в бизнесе, правда, не в банковском секторе, а в секторе консалтинговом, да, значит, очень сильной компанией, не буду ее называть. Она и сейчас, в общем, один из лидеров рынка. Но, значит, было время, когда компания преуспевала благодаря, собственно, бизнесу. Сейчас они преуспевают, конечно, но в существенно меньшей степени, потому что они не готовы аффилироваться с государством. Не готовы идти на уступки государству, не готовы, значит, на несвободные сделки с этим государством идти, и вот в чем проблема. Поэтому немножечко бизнес, так сказать, просел. Те, кто сейчас с государством работает, те получают... Ну да. А здесь только есть один объективный момент, такой, не связанный просто с самой системой, с институтами. Кризис в России и других, как ни странно, странных, вполне капиталистических, привел к увеличению государственного сектора. Потому что, на самом деле, частный бизнес обратился куда за помощью? Государству. И, естественно, ну, государство расширилось до тех пределов, до которых оно могло расшириться. Давайте еще раз послушаем наши звонки 65 10 99 6. Доверяете ли вы Путину? И напомню также, что идет очень активное СМС-голосование по номеру 5533. Пришлите нам СМС с буквой А, если вы доверяете Путину, и Б, если не доверяете. Роман на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, развитие нации и государства, в принципе, не только, чтобы стать более лучше, одеваться, да. Это уж совсем какой-то трогландистский подход. Вот. Нации и государства развиваются в каком-то едином смысле. Согласна, да. Да. А это уж совсем какое-то пещерное, так сказать. Мы шутили немного просто. Мы шутили, Роман, да, да. Мы не так примитивно все понимаем. А, ну, я понял. Вот. А насчет доверия Путину, здесь сложно сказать, что значит, веришь или не веришь. Он, в общем, по большому счету, нелегитимен. Вот. И нелегитимен из-за того, даже не то, что Путин, а вообще вся эта система, она не дает развития государства. Это да. Не дает развития нации. И все это чувствуют. Кстати, я не с либеральной абсолютной точки зрения. Я, так сказать, с национальной, державной, так сказать, это даю. А с точки зрения кармана своего, знаете, у меня, в общем-то, все в порядке. Понятно. Ну, никакого доверия. Спасибо. Спасибо, спасибо, Роман. Ну, знаете, вот здесь тоже вопрос, да, естественно, смешно, да, говорить, что по одежде судить. Но вот если посмотреть по пирамиде Маслов, да, и по тому, как она представлена в разных слоях электората. Люди голосуют все-таки. Основное, да, электоральные предпочтения, они формируются на нижних ступенях этой пирамиды. Именно которые, кому как мы стали более лучше одеваться, так сказать, разнообразие сортов колбасы. Ну, и следующий шаг, может быть, вот там была Лада Гранта, купил Кея. А то, что вот мы сейчас говорим, там, перспективы будущего развития, да, перспективы будущего развития, национальный генофонд. Это все, понимаете, на верхних этажах пирамиды Маслова, где вот мы здесь втроем сидим и слушатели наши звонят. А много ли мы голосуем за Путина? Мне кажется, что, ну, пирамида Маслова, это вещь такая штука спорная. Она не всегда применима, и к ней нужно аккуратно относиться. Мне кажется, что в наших людях вообще, среди наших сограждан, любовь думать о судьбах Родины, она не угасает. Любовь к этим размышлениям, вообще управлению государством. Не знаю, Андрей, как вы считаете? Пирамида Масла. Масла, да, и пирамида Масла. Масла и пушек, да. Больше пушек, больше масла, это идеальное существование. Ну, так даже о судьбах Родины, если, собственно говоря, с точки зрения массового электората смотреть. Ну, смотрите, да, вот давайте посмотрим миф Путина. Поднял Россию с колен, да, нас уважают. Масла есть, пушки есть. Масла есть, пушки есть. Раз в год катаем большую ракету, вот так, что это трясется садовое. Раз в год катаем Сочи. Садовое, да. Раз в год катаем Сочи, сейчас предолимпийская неделя, через год вообще мало не покажется. Снего искусственного навезем с Таймыра. Ну, понимаете, вот, я не знаю, войну с Грузией выиграли. Вот с точки зрения того самого массового электората, даже где подточить-то? Россия встала с колен. И что дальше? И что дальше? Давайте, да, послушаем. 65, 10, 99 и 6. Доверяете ли вы Путину? Дмитрий на линии. Добрый вечер. Вы знаете, я связываю доверие, ну, скажем так, обобщим давайте все-таки к власти, наверное, государству с тем, ну, скажем так, с рождаемостью и с тем, как наши дети, какое ждет будущее в стране, да. И с этой точки зрения, вот я, например, потеряв всякую веру в государство, да, у меня в семье сейчас три ребенка, и не потому, что там какие-то, что-то делают там, да, со стороны своей защиты, да, а просто потому, что я решил, что, ну, это мой личный выбор. И государство абсолютно ни при чем, да. Но, опять же, со стороны государства никакой поддержки я не вижу. Но что я вижу? Я вижу новый закон в образовании, и садик будет платный, да, то есть у меня, конечно, жена дома сидит, не работает, и это для государства плохо, потому что это потерянные рабочие руки, да, и я не смогу уже никак выкрутиться. И теперь следующий момент, да, это повышение налога на недвижимость. А я ипотечник, вот да, такая вот незадачка, и единственный собственник, и что получается? Это вот все мои прописанные, соответственно, там четыре человека, это значит не в счет будете, и так далее. То есть по делам я не вижу оснований все-таки доверять государству. Пока еще, все еще нам надо надеяться на самих себя. Это правильно. Но вы надеетесь, у вас все-таки были созданы условия за эти, раз вы родили троих детей, вы инвестируете в будущее. Я надеюсь на то, что я всеми силами добьюсь того, чтобы они смогли сами, не надеясь на государство, как-то по жизни нормально устроиться. Ну, Тхаров такой американский подход, да, у нашего слушателя. Напомню, телефон для СМС-голосования 5533, пришлите СМС с буквой А, если вы доверяете Путину через год после избрания, и Б, если не доверяете. И телефон 651099,6. Доверяете ли вы Путину? Игорь на линии. Добрый вечер. Есть еще и другие люди, и они все неоднородны. И каждый управляет в силу своих возможностей. И опять, можно говорить, что, наверное, Путин виноват, коль он так подойдет, кадровую политику построил. Но вы, наверное, у себя на работе не сможете до уборщицы подобраться, если больше рукой-то. Правильно? Скажите, а вот интересно, вот как полицейский и как чиновник вообще, ну, так скажем, настроение в вашей среде, ваших, ваших... Алло, слышите нас, да? Алло. Алло, слышите? Я немножко ушел, я не слышу вопросов. Да-да, сейчас, сейчас, слышите, я говорю вот как представителя корпорации, как представителя, я не знаю, корпорации чиновников, как представителя полицейской корпорации. Алло. Алло. В общем, я слышу вас, да. Если, можете ли вы говорить за своих коллег, да, собираетесь ли, скажем, выборы будут у нас там через месяц, собираетесь, проголосовали бы вы снова за Путина? Видите ли вы здесь перспективы? Во-первых, коллеги же, ну, скорее всего, у вас есть, может быть, родственники, может быть, и друзья. Коллеги же неоднородные. Ну, вы говорите, вы говорите с людьми, но все-таки есть какие-то общие закономерности. Люди неоднородные, по-разному относятся, в зависимости от силы своего воспитания. Это не вооруженные силы, которые иногда голосуют на Жириновского в полном составе. Это не молодые ребята, это уже довольно-таки взрослые люди, и абсолютно по-разному, в зависимости от экономической ситуации в конкретно в этом регионе. Тем более, я могу сравнивать различные регионы. Но хотел бы обратить внимание, вот человека за четыре до меня, один гражданин говорил по поводу политического музея. Да. Вот, ради интереса, сходите в политехнический музей, я водил твоего ребенка, лет шесть назад, мне было стыдно. Я бы его разломал, что там, извините за такое выражение в эфире, это первое. Второе. До этого говорил человек по поводу ипотеки. Я, на самом деле, очень много общаюсь с людьми, не только с людьми в форме, но и с гражданскими. У меня работа такая, ведь массовообразная, интересная. Раньше в поводу ипотеки даже никто не заикался. Думайте, у человека трое детей. Да, да. направление. И при этом, у меня много товарищей, много очень товарищей, которые говорят, что в целом работать-то можно. Ну, понятно. Которые занимаются бизнесом. Понятно. Ну, это да. Нет, не однозначно. Я понял, что я вас удалил своими ответами. Нет, нет, это очень интересно, потому что вы как раз и, так сказать, и от чиновничей, и от полицейской корпорации. Это все очень интересно слышать. Ну, вот, кстати, здесь вот нам товарищи как раз говорит, что ближайшее окружение. Насколько, вот вы считаете, Андрей, на рейтинг Путина влияют все вот эти последние скандалы с коррупцией, весь Сердюковский скандал, скандал с Пехтином? Какие-то вещи спускаются на тормозах. Вы помните, когда полгода назад было с Шуваловым, вот с этими фирмами там. И так далее. Насколько они влияют? Или Путин уже, он настолько как бы сын неба, да, вот у него мандат неба, что это все мелкие люди под ним как-то прогорают? Ну, вот я думаю, что в верхах-то считают, что влияет в положительную сторону. Ну, социология показывает, что влияет в отрицательную сторону, либо не влияет, здесь нам очень трудно оценивать. Я думаю, что социология ближе к действительности. Но другого, собственно, выхода у режима, который вот как бы консолидируется, который движется в одном направлении, другого выхода нет. Нужно строить свою гвардию, гвардия дель папа, Путина папой называют, да, вот, собирает вокруг себя элиту. Что национализация элит происходит ровно из-за этого. Он хочет остаться самыми верными соратниками. Это говорит о том, что он не очень доверяет ближнему кругу. Понимаете, вопрос же не в том, как это влияет на электорат. Потому что электорат это вещь, так сказать, телевизионная, да, включил рубильник и работает. Электорат собирается. И в более отчаянных ситуациях мы это наблюдали. Вопрос в том, как это влияет на рейтинг, который никто не меряет, на рейтинг Путина внутри элиты. Потому что Путин это продукт консолидированного отношения к нему элиты. Разделяй, владей, властвуй, равно удаляй. Но при этом суди по справедливости, по каким-то внутренним понятиям, будь арбитром. Но так люди привыкли жить, они так существовали в достаточном горизонте времени. Сейчас ситуация абсолютно непонятная. Это эпоха нестабильности. Это очень тяжелое положение для элит. Понимаете, это пересмотр жизненной стратегии, это пересмотр бизнес-стратегии. Я бы хотел вернуться после паузы. Да-да-да, после перерыва именно к элитному. К элитному вопросу, потому что есть еще несколько интересных наблюдений по поводу вот этого исхода из Думы и там, и верхней и нижней палаты. На самом деле там есть много важных деталей, которые свидетельствуют процессу. Хорошо, вернемся после перерыва к этому вопросу. Еще просто раз напомню, что у нас идет СМС-голосование. Доверяете ли вы Путина через год после избрания? СМС 5533 с буквой А, если доверяете, с буквой Б, если не доверяете. И также звонки нашей студии 65 10 99 и 6. Мы вернемся после перерыва. Добрый вечер, это снова мы, программа «Археология», «Археология Форбс», Сергей Медведев, Елизавета Осетинская. В гостях у нас журналист Андрей Колесников, журналист «Новой газеты», колумнист «Форбса». Говорим мы сегодня о доверии Путину через год после его переизбрания, избрания на третий срок. 65 10 99 и 6, телефон нашей студии 5533, присылайте нам СМС с буквой А, если вы доверяете Путину, Б, если не доверяете. Ну вот, Лиза, хотелось бы в завершающей части нашего эфира поговорить о взаимоотношении Путина и элит. Да, а что, контракт старый разорван, мы уже в принципиально новой системе отвечающиеся. Контракт разорван абсолютно в одностороннем порядке. То есть выборы-то уже состоялись, понимаете, если бы на входе было сказано, значит, так, мы составляем новые списки, вы пришлите своих представителей, так сказать, да, ну вот вы нормальные люди, но вам здесь больше находиться нельзя. Ну, просто из списка 200 богатейших бизнесменов там ни один и ни два занимают позиции в Думе в Верхней или Нижней Палате. И то, что вышел там Ольшанский один по возрасту или не по возрасту, это, так сказать, абсолютно маленький осколок от айсберга. А айсберг еще весь глубоко. Вот, и на самом деле элита совершенно не понимает, как она должна это воспринимать и в какой момент прозвучит какой сигнал. И вот все эти такие штучные истории, которые мы имеем там с курортами Северного Кавказа, с Белаловым, да, такие частные, личные, да, это признаки большого процесса, процесса, который состоит в том, что никто не понимает, каково новое правило. Можно или нельзя? А нет, невозможно такой сценарий, ну, грубо говоря, декабристский сценарий. Невозможно ли некий заговор элит? Андрей, вот как вы на это смотрите, что элиты просто от этого состояния новой неопределенности, они не готовы в этих правилах играть, и уже достаточно много есть, что им терять. Логически такой заговор возможен, логически рассуждаю. Он должен быть разорван, действительно, правило, он сам построил эту систему, сам установил эти правила, где он арбитр, и сам же теперь меняет их на ходу. Что важно на ходу, меняет людей, и до конца непонятно, каковы они. Фаворитов и так далее. В этой ситуации неизбежна фрагментация элит, а значит, какие-то вот эти фрагменты должны сбиваться в стаи и искать себе нового хозяина, задумываясь о том, что будет после 18-го года. Вы знаете, я думаю, что искать нового хозяина придется в основном бизнесу, в прямом смысле. Хочешь заниматься политикой, никаких, хочешь, так сказать, иметь мандат, никаких проблем, продавай и возвращайся. И более того, все, кто не согласен с новой моделью, имеют возможность продать бизнес и покинуть пределы, так сказать, нашей Родины. Я думаю, что скорее тренд будет не идеалистическим, потому что движение декабристов — это, в общем-то, идеалистическая история. Да, сейчас такой, на мой взгляд, силы просто нет, и ей неоткуда взяться, а скорее будет такое прагматическое движение. Для Загорова нужна некоторая смелость, да, сейчас ее проявлять некому и незачем, потому что, ну, пока голову оторвут. Уже стали более вольно относиться к Путину, тот же Белалов, так сказать, очень, так сказать, вольно отнесся к тем словам, которые были сказаны в его адресе. И люди уходят из Думы совершенно, не заботясь о том, что, ну, уж пришел в Думу, ушел из Думы, и не хотите, не надо, так сказать, состоявшиеся люди там. Ну, пока дана возможность людям выйти из игры не без потери капитала, да, то есть выводи свои деньги и поезжай в Майами или в Прагу и живи спокойно. Но вот восставать ради чего-то против Путина пока страшно, и у многих нет мотивации. Многие не идейно как бы заряжены, да, многие там не либерально заряжены, ради ценностей не идут на баррикады, да. Но не грядет ли новый крупный передел в собственности? Сейчас же идет очень большая пределка. Новый крупный передел будет обязательно, потому что причина, на самом деле, их две. Это, во-первых, изменение этого договора и просто выход старых игроков, соответственно, их место должен кто-то прийти или государственной компании, или квази-государственной компании, около государственной компании. Это первый. Второй момент, что на самом деле Россия перестала расти, как она росла в 2000-е. Ресурсов будет меньше. Пирог меньше. Когда ресурсов меньше, за них обязательно обостряется борьба. Это, ну, потому что люди-то привыкли к определенному уровню доходов, роста доходов, демонстрации, так сказать, определенных показателей. Конечно, это жадность, в каком-то смысле жадность. Вот этот круговорот перехода активов из рук в руки, на мой взгляд, он должен усилиться. Конечно, процессов будет, такая будет динамика. Но это еще больше увеличивает неопределенность вот этого вот элитного класса. Поэтому, конечно, мы и находимся в такой фазе неопределенности. При сильных позициях государственных компаний государства. И потом, мне кажется, что второй эшелон элиты подпирает. Это уже достаточно молодые, голодные люди. Вот это вот, понимаете, новое такое следственный комитет. Все эти региональные, прокурорское сословие. Все эти уже молодые, горячие ребята, прошедшие нашистские лагеря, которые не получили. Ведь, Лиз, даже у вас же там, я сколько читал, что средний возраст всех этих наших бизнесменов, олигархов. Там же никого за ними, пустота. Они все 50-60 лет. Вопрос существует о легализации. Вопрос о легализации этих капиталов. Потому что эти капиталы, о которых вы сейчас говорите, они невероятно уязвимы. И, понимаете, ведь весь вопрос, у меня как раз сегодня в редакции был спор, весь вопрос с квартирой в Майами был не в том, есть она или нет. Знаете, это как не в том, Минхаузен летал или не летал на Луну, а в том, что не врет. А вопрос в том, была ли эта квартира заранее задекларирована. То же самое и здесь с капиталами. Непонятно, как выводить их из этой серой зоны, потому что сейчас сам процесс вывода, сейчас бьют ровно по нему. И вот это опасное место. Это говорит, знаете, о чем, что передел увеличится, потому что стоимость этих услуг вырастет. Они не пропадут. Просто делиться придется с новой, новой, новой системой. Совершенно верно. Вот это да, вот это все, первое, о чем надо думать, когда любой закон у нас смотришь, так сказать. Конечно, это, знаете, скорость обращения капиталов в экономике и состояний, и их переходов из рук в руки. То есть думаешь о транзакционных издержках, о том, насколько повысится, когда там говорят о скорости, о промилле, всегда думаешь, насколько вырастут откаты. Ну, кстати, есть вот, извините, одно замечание. Есть одна группировка, которая полностью и целиком поддерживает Путина в элите, я имею в виду группировка. Это силовая такая ноциалистическая православно-политическая элита. Грубо говоря, Рогозинска, Сеченск, Кирилла, Контор. Но они группируются вокруг Путина, он для них спасение во всех смыслах этого слова. С ним связывается будущее. Это довольно сильная группа элитная, которая будет жестко поддерживать. Вот это и есть гвардия дель Папа, настоящая такая жесткая. Вопрос, насколько они сильны будут в ближайшие годы. Ну да, собственно, вот это за последний год, этот контур такой оформился, и с ним очень сильно связаны. И они же государственную собственность представляют, которая вот заходит в экономику. Ну так, как наш общий коллега Александр Морозов из русского журнала назвал таким протофашистским контуром. То есть, в сущности, вот это вот православное плюс православное оформление, начиная с пояса Богородицы, как это все пошло, вот эта группировка-то, она, видимо, и стоит и за сильным переделом, и за вот всей... Ну, вы знаете, я бы посмотрела на вопрос доверия Путина в этом смысле с другой точки зрения. Вы совершенно правы, на мой взгляд, в том, что эта группировка сильна, и она традиционно сильнее, чем либеральное направление в России. И, на самом деле, если доверие к Путину вдруг исчезнет, растворится, кто придет на его место? Я не думаю, что это будут либеральные силы. Да, если не Путин, то кот. То да, тут будет очень... И накопленные в этой части ресурсы, они позволяют совершать самые разные действия, понимаете? Вот это еще одна такая вещь, которая меня во всей этой теме делает очень дискомфортом, что Путин, сколько бы мы его тут ни критиковали, в том числе, может быть, и охраняет в нынешних условиях вот тот наш маленький уютный мирок, в котором мы здесь сидим трое в студии Финал-ФМ. Это логики Кершензона, да? Да, 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 да. Защищает своими штыками. Именно так, а государство единственное в России европеец. Но вы действительно, понимаете, при приходе, грубо говоря, Рогозина, я не уверен, насколько у нас сохранится такая же свобода высказа. Но уже не европеец. Уже не нас охраняет своими штыками, а себя. Ну и в том числе, что в том числе по, так сказать, по умолчанию, тот небольшой культурный слой, который здесь представлен. Ну и давайте послушаем еще раз, что говорят наши звонки. 65, 10, 99 и 6. Доверяете ли вы Путину? Я хочу вас все-таки попросить. Я понимаю, что вопрос о доверии Путину, это как бы референдум об уровне жизни. Все тут же начинают рассказывать, какая у них жизнь. Как они ему не доверяют, и какая у них жизнь. Да, 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 да. Как, так сказать, у кого какая ипотека, кто где работает, у кого денег сколько. Вот было бы здорово найти человека, который доверяет Путину. Да, ну вот позвоните и скажите, да, доверяете вы или нет? Ну даже вот как вопрос социологи ставят, будут выборы. Предположим, у нас через месяц объявляются внеочередные выборы. Будете голосовать за Путина или не будете? 65, 10, 99 и 6. Да, и напомню, что наш телефон для смс-голосования, есть еще 10 минут, чтобы это сделать. Это 5533. Пришлите нам смс с буквой А, если вы доверяете Путину, и Б, если не доверяете Путину. Ну так, давайте действительно через голосование через месяц. А, я буду голосовать за Путина через месяц. И Б, если выборы сейчас будут, я не буду голосовать. 5533. Михаил на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я коротко скажу. На вопрос отвечаю, что не доверяю. Так. Не доверяю именно почему? Потому что сейчас уже вот 5 лет практически занимаюсь графологией. Это психодиагностика личности по почерку, да? Так. И знаю именно личность Путина, то есть с точки зрения, так скажем, с научной графологией. Так, поделитесь, очень интересно. Это человек, который сам себе не доверяет, понимаете? Не то, что уже кому-то, вот вы сейчас обсуждаете про его окружение и так далее. Он никому не доверяет. Это я вам могу официально заявить. Почему? Потому что это вклад человека такой тип. Похоже. Собаки. Собаки. По-моему, только собаке своей он доверяет. Он даже и собаке не доверяет, понимаете? Потому что он не знает, что у него на уме. Вот. Но вот это уже крайний предел человеческого одиночества, когда ты уже не доверяешь собаке. А вы посмотрите, возле него разве кто-то есть? Да, я согласен, да. Жена, женщина, да. Даже женщина, которая родила, отдалена куда-то, услана на Кавказ. Вот поэтому я... Ну, как я могу ему доверять, если он сам себе не доверяет? И те люди, которые его окружают, они окружают исключительно только из-за того, что он позволяет. Да. Михаил, спасибо. Спасибо, очень хороший такой интересный психологический экскурс. Ну, мне кажется, вот очень многое вообще в нашей политике и в тех изменениях, которые произошли, они вот в этом вот скрытном и абсолютно таким одиноко параноидальном типе личности. Опять-таки у нас 5 марта Сталин вспоминается... Он вспоминает Сталина послевоенного. Послевоенного Сталина. Да, очень сильно. Который... Даже вот как раз в 1953 год, да, когда потеряли доверие Молотов и Микоян. Когда забоялись зайти в комнату. Да. Я вот сейчас... Послушайте, мне кажется, уровень демонизации... Нет, не демонизация. В этой комнате кто зашкалил. Нет, не, 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 не демонизация. Речь идет о неком типе личности. Естественно, сейчас там, я не знаю, Путин не расстреливает людей, которые там случайно к нему зашли в комнату. Я просто вот сейчас как раз вот у вас ночью на сайте Форбса появится. Я писал, в том числе, там, про Сталина. Я сейчас тут перечитывал. Очень интересная такая вещь. У Ранкурла Ферьер такой есть. Сталина сапоги. Вот. У него же такой был культ сапог. И вообще там проблемы с ногами. Он ноги боялся показывать, открывать. У него там пальцы были сросшиеся. И так далее. Вот. Как практически у... Да, но не будем. Вот. И сапогами, в том числе, известный случай. Вот как раз то, что Андрей говорит уже в 50-х годах. Какой-то один из охранников, чтобы его не будил, он надевал тапочки. Он его приказал расстрелять, потому что, так сказать, что он боялся, что не имеет права человек к нему приближаться в тапочках. Вот. Люди должны быть вокруг него охранники в сапогах. Что он должен слышать его приближение. Да, знаете, мне кажется, у Путина намного более трезвый взгляд на вещи. Он просто, может быть, смотрит на людей, скорее, с негативной точки зрения. Не ждет от них, ну, так сказать, какого-то позитивного месседжа или какого-то действия в свой адрес. Но мне кажется, что дело, скорее, не в недоверии, а заранее скептическому отношению ко всем, включая свое же окружение. Ну, да. Может быть, вопрос-то как раз в этом. И, кстати, возможно, местами, ну, эта оценка может быть справедливой. То есть человек критично смотрит просто на всех людей. 65, 10, 99, 6. Доверяете ли вы Путину? Иван. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я бы сказать, что невозможно доверять человеку, который не выполняет свои обещания, причем на большом количестве, на большом промежутке времени. О каких обещаниях вы говорите? Ну, вот все то, что показывают по телевизору, он же ничего не выполнил. Все его обещания, они превратились в шелфу, не достигли ни одной цели, которую он предполагал. Ну, что, ВВП удвоили практически. Практически, помните? Ну, вот это единственное... Ну, знаете, ну, попробуйте удвоить ВВП. Ну, Лиз, с другой стороны, Путин ли удвоил ВВП? Ну, неважно, но фокус-то получился. Ну, фокус, это не его рук дело, это 100%. Я слушаю ваши передачи давно, и об этом аналитики тоже говорили часто. Но дело не в этом. Хотя бы, даже если это не брать в расчет, тот вот момент, где я живу в Подмосковье, здесь ничего не изменилось, ничего не улучшилось. Везде наркотики, людям нечем заняться, то есть полная безнадега. Ну, то есть никаких вот продвижений вперед вообще нет. Взять любую государственную службу, ну, там, я не знаю, может быть, есть исключения, конечно, но везде, где я сталкивался, то есть люди везде взятки берут. ФМС стало лучше работать, выдавать загранпаспортам. Все очень уныло. А, да, насчет ФМС, кстати, тоже интересный вопрос. То, что эта демократическая яма, в которой мы сейчас находимся, ее просто заполнили приезжими в советское пространство. То есть это абсолютно, ну, и вранье всегда вот по телевизору, и там, и не только, и в прессе, все белыми нитками шито, и все очевидно. Все друг друга прикрывают, везде вранье. Как можно доверять вообще такому человеку? А есть такая фраза, рыба гнет с головы, соответственно, ну, что-то... Понятно. Спасибо, спасибо, Иван. Человек правильно говорит, Лиза, это вот смущаешь. ФМС. Нет, ну, я пытаюсь... Вы понимаете, но так невозможно. Ну, так сказать, и это плохо, и это плохо. Ну, все-то плохо быть не может. У нас же не период Великой Отечественной войны, и там не Великой Депрессии, да? Ну, что-то-то происходит. Сергей на линии. Сергей, слушаем вас. Алло. Вечер добрый. Добрый вечер. Да-да, вы на линии, мы вас слушаем. Вопрос, я так понимаю, стоит про доверие Путину. Да, доверяете ли вы Путину? Будете ли, если выборы будут через месяц, готовы ли вы заголосовать за или против? Вот мне просто интересно, на самом деле, мнение ведущих, стоит ли он сам доверие? Есть ли хоть один показатель, по которому он достанет доверие за уже прошедшие 10 лет? Ну, вот Лиза называет, скажем, удвоение ВВП, социальная стабильность, какой худо-бедно, так сказать, рост благосостояния большой части населения? Вы знаете, я отвечу, главной, на мой взгляд, доминирующей чертой Путина является его, в каком-то смысле, предсказуемость. Или, вернее так, являлась до момента, для меня лично, пересмотра вот этого договора с элитами. То есть, когда Путин шел на выборы, у меня было много очень разговоров с людьми. Я говорил, вы знаете, вы можете относиться к этому как к злу, но это, по крайней мере, понятное зло. Мы все знаем, чего от этого человека ждать. Вот будет так, так и так. Вот, это был такой бесспорный плюс. На самом деле, сейчас, вот, с точки зрения той аудитории, с которой я общаюсь обычно, то есть предприниматели, богатейшие, этот вопрос встает, как номер один. Да, понятно. Ясно. Спасибо. Надеюсь, дали ответ на ваш вопрос. Вы знаете, вот, смотрите, нам на сайт пишет Микос. А я верю в Путина. Вот все орут, что Путин со товарищей продают Россию на запчасти. А смысл был удерживать Россию на плаву в 90-е, когда ее растаскивали по норам нынешние миллиардеры. Можно было оптом продать всю Америке, снять сливки и слинять куда подальше. Тут дело не только в Путине, что в стране все так плохо, а в его окружении в том числе. Ну да, тут, собственно, да, вот это вот. Хороший царь, плохие бояре. Вот эта логика замечательная. Там немножко напутано насчет продать Америке. Это Ельцин не провел приватизацию и Чубайс. Таким образом, она была ограничена для иностранцев, иначе бы капиталы, конечно, западные все приобрели. Это был политический компромисс. Это было такое компромисс, да, со своим доморощенным олигархатом, но это отнюдь не заслуга Путина. Давайте возьмем последний звонок. Сергей у нас на линии. Очень коротко, если можно. Да, слушаем вас. На вопрос, доверяю ли Путину или нет, да, я отвечу, что нет. Но на это есть определенные причины. Я работал достаточно в топ IT-компании, и могу точно сказать, что при Путине было больше коррупция, чем, например, при Медведеве. И обратный переход от Медведева к Путину, коррупция опять выросла. То есть уже заметно. Сильно, очень сильно. Вы имеете в виду при контрактах каких-то? Да, при контрактах. При госконтрактах или госкорпорациях. Это прям сильно было заметно. При переходе от Медведева практически ноль было. Все чиновники высокого ранга, они реально боялись. Потом-то более-менее не справлялось. Дальше уже опять переходы к Путину, опять все на новую рельс. А как вы думаете, почему? Медведев же не страшный на вид. Не знаю, мне кажется, тут вопрос не в страшности или приятности Медведева, а в том, насколько люди предполагают или ожидают чего-то. Вы правильно сказали. Путин – это ожидаемый человек. Медведев, он в тот момент был неожидаемый. Понятно, понятно. Ну что, спасибо. Очень интересная точка зрения, что даже за последний вот этот год возросла коррупция при закупках. Смотрим наше голосование на сайте. 64% не доверяют Путину, 36% доверяют Путину. Андрей, вас примерно таких и ожидали? Результат не удивляет. Ну что ж, можем ли мы доверять Путину? Сейчас, когда, как выразился графолог, он не доверяет сам себе и не доверяет даже собственной собаке. Останемся с этим риторическим вопросом. Благодарим нашего гостя Андрея Колесникова. Сегодня моим соведущим была Лиза Осетинская, главный редактор журнала Forbes. Это программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.